Монета СССР. Вот смотрите. Вот эта монета, значит, может доходить даже до 20 тысяч рублей. Видите, 28-й год. Но эти не очень. Погнали дальше. Копейка. 25-го года. Это, считается, самая такая дорогая, короче. В общем, если какая она утертая, тысяч пять, если красивая, то может доходить даже до 1000 долларов. Видите, самое главное, обращайте внимание, с копейкой, значит, потом 35-й год, Новый год и Старый год. Старый год и Новый год отличается, знаете, чем? Старый год в таком ободке, 35-й, Новый год без ободка, ну, без кружка, короче. То есть, без кружка дороже. И та же обстановка здесь, значит, эти, все зависит от состояния. От состояния. Там вот это тоже может доходить, там, 10 тысяч, 15 тысяч, ну, все зависит от состояния. Остальные, они неинтересные. Погнали, двушка. Две копейки. В 25-го года, значит, 100 тысяч. В 27-го года, 155 тысяч. Ну, тут уже зависит тоже от состояния. Доходить, может, до сколько угодно. Все зависит от состояния штемпеля. Средняя цена такие есть, вот на эти моменты, средняя. Ну, если они какие-то, ну, с раковиной, ржавчиной, короче, вот такая цена. Остальные тут уже, в принципе, неинтересно. С двушками две копейки разобрались. Трешка, в 27-й год. То же самое, до 20 тысяч. Кстати, эта монета очень перспективная. Вот это 2 тысячи, ну, так себе. Остальные, в принципе, неинтересно. 5 копеек. Здесь уже все начинается, смотрите. В 24-й год 5 копеек нужно доходить даже до 100, до 150 тысяч рублей. Вот это вот до 50-ти, до 60-ти, там, до 1000 долларов. Средняя цена так и есть на них, как здесь написано. Значит, 33-й, 34-й, 35-й. 35-й, старый, новый год. Я объясняю, в ободке это старый год с этим кантом, а без канта, значит, новый год. То есть, соответственно, старый год дороже, чем новый год. Потом идет 36-й, 37-й, 38-й, 39-й. Ну, у меня уже так, 45-й более-менее. Остальные уже все. 10 копеек. Это все, это было реформировано. Сейчас я вам потом расскажу после реформирования. 15-й год. 21-й год, они, вот эти все монеты, видите, вот они интересные очень все. Состояние, там, 15-20 тысяч, они стоят гривен, их самый дорогой. Так, R, где написано R, значит, вы смотрите, 10 копеек и 15, и 20 копеек, значит, попадается 20 копеек чаще, эти, и более реже. Значит, они, вот смотрите, они должны быть в серебре. Не обычные, а серебряные. Я помню, вот здесь уже перестали серебряные выпускать, и какой-то тираж попал, короче, в серебре. 31-й год, вот видите. 31-й год, еще у нас покраснело все. В общем, видите, серебряные должны быть 31-й. С, а, не серебро, ничего не стоит, видите. С, С, серебро. Запомнили? Вот так, 42-й, 44-й, хороший, то же самое. И они, если состояние, то они стоят дорого, тоже, там, 50-60 тысяч и так далее. 15 копеек я рассказывал здесь. Значит, здесь тоже рассказывал. Ну, они такие, короче, ни о чем. 20-й. Тут я рассказывал, здесь я рассказывал, здесь я рассказывал, не рассказывал. Вот этот. Значит, вот этого найти невозможно. Он стоит больше 2 миллионов рублей. Это счетовик, 34-й, очень дорогая монета. 58-й год. Тут это все условно, короче, они в разы дороже стоят. То есть, она полный набор стоит, наверное, 10, по-моему, на 58-й год. Вот здесь вообще не указан. Значит, лет 45-й, 46-й, 48-й, 47-й год. Они крайне редкие и трудные монеты, короче. И каждая монета стоит, там, 30 тысяч евро и больше. Ну, в смысле, казовый здесь, ну, не очень. Как вы там их найти, я не знаю. Вы их найдете. За все время я с 47-го выработал, у меня пятнашка, и двадцатка. Значит, 50 копеек. Тут уже, видите, вот здесь единственный, там, короче. 22-й, вы смотрите, 22-й. 600 рублей. Ну, если АГ, он дорогой. Видите, есть ПЛ, есть АГ. АГ там от 2 тысяч. Ну, тут средняя цена, а не средняя, тысяча рублей стоит рубль. Значит, с этим все понятно. Двадцать седьмой год, такая, ну, 2-й, там, тире 5 тысяч рубль. Средняя 10 тысяч. Вот здесь уже начинается, они доходят даже до 150 тысяч. Ну, средняя цена 1040. Значит, 24-й рубль, ну, 2,5-й, там, тире, 10 тысячи сегодня идеально. По следующему, шут после реформы. После реформы, после до реформы я рассказывал. Теперь погнали. Копейки. Тут они ни о чем. Значит, двушка. Ну, они там, вот эти моменты. Ну, короче. Средние, там, тысяча рублей стоит, но это, ну, в общем, недорого. Трешка. Та же обстановка, только, там, до реформы, мы там, 27-й я говорил. 5 копеек и выше. Уже начинается 5 копеек с 65-го, друзья, с 65-го по 72-й. 5 копеек. То есть, соответственно, 65, 66, 67, 68, 67, 72. Все. Десятка заканчивается на 68, ну, видите, цены на меня. Значит, пятнашка та же самая. Вот, смотрите, доходит до 75-го, до 75-го года. 20-го до 76-го года. С 65-го до 76-го. Вот, видите, да? Здесь самая дорогая, сильно, этот, пятнашка 70-го года. Вот, там, до 50-ти тысяч доходит, даже больше может. То есть, вот этот весь набор стоит примерно сотка с 70-го года. Если запайки, может, даже дороже. Ну, примерная цена, там, если запайки, сотка. Дальше, 20 копеек, я рассказываю до 72-го года. 76-го года. Значит, 50 копеек, они там 70-71, более-менее. Значит, 67-й, ну, так себе, и вот эти тоже, так себе, там, 75-76, ну, рубли, самая дорогая, 66-й год. Средняя цена 5 тысяч. Остальные рубли, то, что мы их так называем, значит, вот, до 73-го года. Остальные дешевые до 73-го года. 65-й, 61-й, ну, вот здесь вообще они ничего не стоят. Видите, вот, 65-й, все начинается после 65-го, вот, 66-й и погнали. Вот, дальше, да. Здесь, теперь, мы поставим, которые вы меня спрашиваете, биметаллическая, 93-й год. 50 рублей, 50 рублей. Биметалл, друзья, не однотонный, не вот такой черт, который, а в кружке, как десятки, биметаллическая. Вот, она стоит там 300 тысяч примерно. Остальные здесь я рассказывал. магниты, этот, вот, без буквы, значит, получается, как десятка безбуквенная, стоит 4,500, на самом деле, на тысяч 3, и двадцатка, вот, безбуквенная, дорогая, двадцатка. Здесь, потом, вот, эти 5 копеек и 10 копеек с буквой М, они были без монетного двора, какое-то количество попавались с монетным двором, видите, и буквой М, 90-й. Значит, 5 копеек, вот, 5 копеек, вот, и 10 копеек, вот, видите, 5 и 10 с буквой М, 1990-го года, и Т с буквой М, 91-й год, вот, видите, вот, вот, так, здесь, значит, М, Н, Д, 90-й. Они все биметаллические, запомните, биметалл, злухметалл, которые 50 рублей, это, 10 рублевые, непростые, которые, с биметалл, значит, 30 тысяч ММД. И 92-й год, 20 тысяч, ну, там, они плюс-минус, там, до 40-й, там, до 30-й, зависит от сахара, в общем, 10 рублей, запомните, 91-й год, 30 тысяч ММД. Московский монетный двор и Ленинградский монетный двор, 92-й год, значит, здесь, погнали, вот, эти 50 и, значит, сотка тоже ММД должны быть, ММД. Московский монетный двор, ну, они тоже, там, на самом деле, рыбы по 500-40, значит, немагнитные. Запомнили, десятка и двадцатка, 93-й год, это немагнитная, немагнитная. И, вот, смотрите, вот, здесь, здесь другая немагнитная, и это тоже немагнитная. Значит, ЛМД, вот здесь вот гораздо все сложно. Ленинградский монетный двор, магнитный, немагнитный. Вот магнитный, ничего не стоит, а немагнитный с ЛМД. ЛМД, вот это очень, двадцатка дорогая, ЛМД. Запомните, вот это, там, в районе, где все стоит, по-моему, только ЛМД, Ленинградский монетный двор должен быть здесь, немагнитный. Все, наверное, дальше очень, наверное, вернее вытанись. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка.